Я готова. Всем привет. Максим, ну не при матери же эти жесты. Всем привет, друзья, с вами Брайан. Добро пожаловать в видео с моей мамой. Вы так хотели, вы так этого ждали. И вы это получили. Еее. В этом видео... А я буду здороваться? А, да. Давай. Спасибо. Здравствуйте, дорогие ребята. Как здорово вас надо? В сегодняшнем видео я попросил вас задать мне вопросы о моей маме и моей маме вопросы обо мне. Ты уверен, что хочешь, чтобы они знали то, что я сегодня им отвечу? Ты уверен в этом? Я уверен, что хочу знать то. Мы будем отвечать на одни и те же вопросы на бумажках. Это челлендж? Меня такое слово выучило. Я заметил. А потом показывать наши ответы. Да, папа будет читать вопросы. Ну что, наш первый вопрос? Папа готов озвучивать вопросы. Папа как серьезно подошел к своему. А вот и первый. Как он учился в школе? Все. Ну подожди. Я еще не смотрю. Я не смотрю. Сегодня у меня не порванные носки, извините. Сегодня они в тренде. Потому что мама ему наконец купила новые носки. Это неправда. Ну как неправда? Что-то ты там прям в сочинении пишешь. Я ж сказала. Ты могла бы описать это одним словом, потом уже объясняться. Почему ты не права? Я всегда права. Итааак. А там видно? Я думаю да. В школе он учился на 4-5, но в основном это оценки за артистичность. Ну ты же кривлялся в школе. Ну согласись, ты передразнивал учителей. Ну и что они? Ну ты был такой милашка. Думаешь, они мне ставили за это 4-5, они меня ненавидели за это. Нет, мне ставили 4-5, потому что я тебя заставляла делать домашнее задание. И вообще, ребят, делать нужно домашнее задание. Поверьте мне. Видите, какой он и мальчик? Как будто я делал домашнее задание. Делал домашнее задание под моим контролем. А как я приходила... Это было до 4-го класса. Не ври, пожалуйста. Врет так вообще. Следующий вопрос. Как наказывали в детстве? Методы озвучьте. Я все помню, да? Я все помню. Что у тебя? Ну я тебе по попе давала. Ну это было, когда мне года 3, да? 4-5. Ну я-то более-менее прав. И в угол я тебя ставила. Ну это было совсем. И ты все равно в углу продолжал кривляться. Ну компьютер, я тебе запрещала компьютер? Ну да, по-моему. Я помню, один раз я получил по какому-то серьезному тесту двойку или тройку. Я пришла, такая в тебя выдерла. Ну вообще не так это часто было. Да, вообще он был хороший мальчик. Я его редко наказывала. Следующий вопрос. Макс был бунтарем в школе? В детстве верни. Так в школе или в детстве? А, это важно. Это очень важно. В детстве. То есть до школы. О черт, я испачкал подушку маркером. Хозяин квартиры, если вы это смотрите. I'm sorry. Я готов. Давай. Кинда? Что за кинда? Kinda. Типа, ну, так, бывало. Да, всегда хотел получить то, что нельзя. Ну да. Все, что нельзя было. Например. Ну например, тебе всегда надо было брать вещи старшего брата. Ага, ну да. Тебе не давали, ты начинал орать, топать ногами. Один раз. Вы, наверное, видите, да, такие детей, которые валяются в магазине. Там, пришли, мама не покупает и он там истерику заказывает. Вот пару раз такое было с Максимом. Правильно. Но я же не катался по полу. Да. До такого этапа и не доходил. Нет, по полу не катался, но истерику закатывал. Ну это разные вещи. Ну до первого класса. Разные уровни. Ну и когда надо было спать. Ну, мне кажется, в детстве все бунтари. Когда надо было ложиться спать, ему не хотелось спать. Следующий вопрос. Но он больше к маме, наверное, относится. Какие мысли были, когда родился Максим? Ему тоже отвечать на этот вопрос? Я могу предположить, наверное. А давай предположи. Я все. Показываем? Ну потому что я хотела девочку. Я подумала. Опять мальчик. Еее. Как твоя мама называла тебя в детстве? Да. Да, макака, макак. А как же Максимус? Максимус, это уже ты в школе учился. Максимус. Ага. Ну ладно. Мы с тобой сходили в кино на гладиаторы. Я тебя стала называть Максимус. Там есть такая реплика. Великое имя великому человеку. Был ли Макс сложным ребенком? То есть, часто ли создавал проблемы или пакости? Ну это, по сути, повторять его просто. Давай. Не, ну правда, ты не конфликтный человек. Там, где конфликт, если ты рядом находишься, у тебя портится настроение. У Максима есть такая черта, я сейчас скажу. Валяй. Что если Максим чем-то недоволен, он не кричит, не ругается. Он просто замолкает. Но вокруг такая тишина устанавливается. Вот прям вот, ты прям чувствуешь напряжение Максима. Вот прям вот чувствуется. То есть, ему не нужно кричать. Ему не нужно там топать ногами. Ну прям вот вокруг такая, как будто бы вот какой-то такой шар какой-то энергии вокруг. И ты сразу, ну как-то понимаешь, что что-то человеку неприятно. И даже если рядом я, ну там у всех бывают конфликты в семье, если я ругаюсь, например, со старшим сыном или там с его папой, и если Максим вдруг замолкает, то вот эта энергетика, она тушит любой конфликт. Чувствуется, что сейчас пердак взорвется. Хотели бы родители, чтобы Макс был с вами опять? Давай. Как вы относитесь к Калилии и Потану? Вопрос маме. Шипелите их? Шипелите. Мне это как отвечает, наверное. Ну ладно. Я готов. Не знаю. Конон? Что это значит? Канон! Откуда ты вообще про это значишь? А я не знаю, я прочитала в каком-то комментарии. Ну типа канон это же законный. Ааа боже мой. Ребята, вы видите, что вы наделали? Что надо? Она теперь знает, что это означает. Какой кошмар. Нет, я их не шипелю, но я читаю, как вы их шипелите. Конечно, это смешно. О мой бог. Ладно. Следующий вопрос. Но мне кажется, уже, ребята, не стоит ждать этих героев. Потому что, мне кажется, Максим уже вырос из этого. Уже Боливия же должна быть теткой. Ей уже, извините меня, 21 год, что ли, пошел. Ей замуж, пора детей рожать. Конечно. Поэтому, мне кажется, уже пора придумать других героев, нет? Прощаться с Алиной. А может быть они очень изменятся? Они очень изменятся? Она помоет голову навсегда? Да. Такое тоже может быть. Можно я напишу сценарий? Как-нибудь я сниму скетч по твоему сценарию. О, да, это идея, ребята. Точно. Я придумаю какой-нибудь сценарий, а он по нему снимет, а вы зацените. А вы только после такого не отписывайтесь на канал. Любимый цвет твоей мамы. Я могу только предположить. Предполагай. Может подсказку? Нет. А этот цвет есть в вашей квартире? Я не поняла, у нас челлендж наводящих вопросов? Я не поняла, я не поняла. Давай два цвета. Я два, у меня два любимых и я могу второй еще написать какой-нибудь из них и ты угадаешь. Ну давай. Самые типичные цвета написала, но мне кажется, что это один из них. У тебя мама не типичная. Может быть. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Зеленый. Чего Максим сильно боялся в детстве? Наверно так, я уж сам не помню. Ну, практически. Ну, да-да-да. Наверно одно и то. Ты боялся спать один в комнате в темной? Поэтому полюбил. Поэтому полюбил фильм ужасов. Я сейчас иногда говорю, ты зачем ходишь на эти ужасы? Что ты не боишься? Ну, как бы потом один. Он сказал, нет, я же знаю какой там грим. Страх переводился в любовь. Это точно. Это значит, что любой свой страх можно обернуть себе на пользу. Ага. Это просто братья мои любили меня пугать такими страшными историями. Твари. Было ли стыдно за летсплей по Майнкрафту, который снимал Максутка 99? Ха-ха-ха-ха. Да. За летсплей? Как может быть стыдно за летсплей? Ты там что, что-то говорил? Нет. Нет, мне не было стыдно, потому что я не смотрела. Что там было что-то ужасное? Ха-ха-ха. Ну, было кое-что. Одно. Всем привет, с вами Брайн. И мы продолжаем. Нет, я как-то компьютерными играми неинтересно. Просто я видела, что он что-то там делает. Надеюсь. А давай друг другу вопросы зададим по одному. У тебя есть ко мне вопросы? Нет. Я тебе задам. Ну давай. Кто твой самый любимый герой скетча? И все-таки кого тебе играть проще? И, ну, ты любишь играть именно этого героя? Проще, наверное, ботанам. А любишь играть Оливии? А, вот шиперы. У меня не прям супер любимого персонажа. Наверно. Я себя ненавижу играть, потому что я чувствую, что я какой-то урод. Ты самый красивый мальчик на самом деле. Сыной. Мой. Мой. Вы должны за это поставить миллион лайв. Хе-хе. Пока. Ахахахаха. Почему пока? Подожди. Нет. Заразала. Это так не работает. В общем, надеюсь, вам пон... Ладно, в жопу. В общем, надеюсь, вы узнали что-то новое обомнение моей маме. Если кому это было вообще интересно. Все. Если так, то круто. Подписывайтесь. А если не так? Продолжение следует. Папа, на 5 минут. Можно мы попрощаемся? Всем kiss come peace, всем пока. Давай так типа друг на друга. Нет. А ты такая типа загляни что у меня. Не настолько. Что за изгоняющий дьявол. Не, давай я лучше зыгрываю.